Всем привет! Сегодня с вами Марина Ломака и мы будем готовить сушеные баклажаны в сушилке изи-драй. Будем сушить баклажаны, а потом будем делать из них порошок. Что для этого понадобится? Баклажаны чистим и нарезаем мелкими кусочками. Я выстелила сеточками поддоны и после того, как порезала баклажаны, распределяю их на сито. Баклажаны нужно будет обязательно очищать от кожуры, потому как она потом может дать горечь. Вот чтобы горечи этой не было, замачивать их не надо. Помыли, почистили, порезали и вот они готовы для сушки. Заполняем каждое сито баклажанами. Переставляем наше сито на сушку. Температура приготовления 65 градусов. Закрываю крышку, включаю в розетку. И как только они приготовятся, будем готовить дальше. А по времени я уже потом по готовности скажу, сколько они сушились. Прошло 4 часа. Баклажаны готовы. Они сушатся очень быстро. Снимаем их в сит. Сухие баклажаны, если просто залить водой, а потом процедить и пожарить, мне не понравились. Но очень вкусно. Например, когда готовите рагу, добавить в рагу, не вымачивая. Потом очень вкусно замочить их, чтобы они постояли около часа. Процедить и приготовить тушеными в сметане. Получаются как грибы. Еще можно также сделать, замочить. Потом их обжарить и залить рассолом. Как по-корейски сделать. Очень вкусно получается. Тогда они должны, правда, настояться в пределах часа. По зиме я покажу рецепты. А на данный момент можно сделать вот такой вот порошок из баклажанов. Я просто взяла баклажаны, перемолола на кофемолке и получила вот такой порошок. Добавлять его можно вместо специй в любые блюда. Можно добавить в тушеную капусту, в картошку. С картошкой с жареной будет вкус, как у грибов с картошкой. В общем, добавить можно где угодно. Попробуйте приготовить и вы буду рада, если вам понравится. Спасибо, что смотрите мои видео. Подписывайтесь на мой канал. Здоровья вам и вашим близким.